доброе утро дорогие друзья снимаю дальше снимаю свой влог не знаю в какую часть он войдет но в общем приехали мы с лёшиком в лес вот такой красивый молодой сосновый лес приехали за дарами в нашем парке Чеплыгинском я этих даров не нашла изучив информацию что любят гортензии купила я рододендрон цветочек красивый и вот чтобы правильно его посадить нужен вот такой еловый вернее сосновый опад и здесь его завались вот просто бери и собирай вот еще нужна земелька из-под елочки я вот тут немножко попросила земельки вот у этой елочки вон такая красавица уже все шишечки пустила вот собрала земельки сегодня буду сажать рододендрон вот и собрали мы пару мешков вот этого елового опада ой опять еловый говорю сосновый вместе вот с такими вот шишечками вот так брала собирала лёшик мне помогал набрали два мешка и теперь я этим опадом и замульчирую гортензию и посажу радодендрон не знаю как получится у меня его вырастить я там продавцу этого цветочка задавала вопросы ну вроде бы так как говорит что в липецкой области должен при укрытии он прижиться но посмотрим будем надеяться будем пробовать как говорится не попробуешь не поймешь друзья какой здесь великолепный воздух просто и птички слышите не надышаться а еще я вам хочу показать прям сразу бросились глаза вот эти вот кучи вы представляете это муравьи это муравейники и этих куч здесь вот прям завались вот одно за одной лёшик понес землю я вам похожу по лесу честно говоря даже уезжать отсюда не хочется невероятно вкусный воздух просто невероятно и вот здесь вот прям вот очень часто вот эти вот кучи я все думаю неужели вот это они все вот эти маленькие мурашки над натаскали вот маленький муравейник образовывается и скоро будет вот такая громадная есть прям очень большие кучи вот если вот так вглубь леса пройти есть очень большие кучи муравейников вот опять кучка а вот там вдалеке прям возле ближе к трассе прям просто громадная куча муравейников вот уже труженики да это же надо представляете все собрать вот смотрите сколько здесь вот этого соснового опада это же вообще просто вкуснятина для растений которые любят кислую почву а вот березовая вот такая рощица видите как смешанный лес но это все лёшик говорит всего это искусственно создано насаживалась вот они березы посмотрите какая красота как вот этим не любоваться дальше вот сосны пошли вот рощица такая березовая а я иду вот этому громаднейшему муравейнику смотрите представляете сколько труда нужно чтобы вот это все построить а здесь вот березовый опад тоже приедем осенью соберем и вот этим березовым опадом я засыплю свои розы если они приживутся в общем утеплю растишки которым это надо вот такая небольшая прогулка сколько этих куч муравьев да вот и живите в лесу не ходите к нам в сад саду муравей конечно губительные вот здесь никто вас не трогает живите как говорится и размножайтесь но в сад к нам не ходите а я вот смотрю что вот это за растение может это папоротник как раз вот пожалуйста прям на муравейники по моему папоротник можно накопать и вот размножить папоротники а может я ошибаюсь напишите мне что это за растение интересно прям в куче муравейника растет прям друзья не хочется уходить вкусный запах свежий запах сосны шишек вот так что вот нашли мы недалеко от нашего дома вот такой вот лесок лесок здесь много маслят по всей видимости в дождливую осень так что может быть сюда когда-нибудь когда выправимся с нашими делами по дому саду огороду и так далее в будущем будем ходить сюда по грибы ну а это вот здесь помойка вот жалко у меня мешка нет лишнего все под расчет ну вот люди зачем вы это делаете ну неужели нельзя вот это вот все привезти куда-то в контейнерный бак а зачем же вы загаживаете нашу матушку природу ой зла не хватает и вот там друзья все все леса лёшка уже заводится вот там дальше поле опять лес кто-то мне писал чиплыгин совсем не зеленый город да наш городок утопает в зелени а если отъехать на километра два куда мы вот сейчас отъехали то тут все в полях и лесах вы наверное плохо знаете эту местность красота красивая и дальше по ту сторону трассы вон там тоже это все все леса везде леса вот ладно буду заканчивать поедем сажать наши растишки с вкусным грунтом сейчас еще на вальбере заедем я заказывала кислый торф рыжий именно буду сейчас почвосьми сделать и сажать гортензии получила я уже и получила рододендрон который ждал вот этой вкусной почвы вчера я посадила пионы древовидные посадила на рынке у нас покупала и обычный пион рыженький что-то пришло мне из вальберис и озона и возвратилась назад непригодная ну что-то что-то в хорошем состоянии я вам все покажу то что я получила и то что ну хороший посадочный материал все пока буду заканчивать эту часть влога ну а потом включусь и вот обратили внимание на ухоженность липецкой земли липецких полей посмотрите какой чернозем как все вычищено прокультивировано не знаю что здесь посажено может быть пшеница ну вот осенью приедем за опадом лиственным уже и посмотрим что здесь растет вот это все друзья леса леса чистый воздух хорошая природа нет у нас в городе каких-то металлургических заводов сейчас мне скажут а крахмальный завод не воняет попахивает друзья я ничего не могу сказать но не так часто и вы знаете все таки это не химический запах он уже даже какой-то родной кто-то сейчас и смеется как говорят каждая жаба хвалит свое болото а вот посмотрите это вот что-то уже или какая-то пшеница уже растет все вот зелененькое но мы когда выбирали дом и когда уже подъезжали к месту назначения вот не знаю это вот какая-то кладбище а кладбище вот там вот элеватор у нас есть чиплыкинский в общем все это сюда даже мне кажется и пешочком можно дойти не так уж и далеко ну на машине конечно быстрее и комфортнее не тащить это все потом в руках не в руках все таки далековато если вот взять мешок там или грибов набрать ну а если так даже пройтись вот просто погулять по лесу ничего не собирая то это можно а вон у людей там я уже не попала в кадр это улики стоят люди мед разводят пчел разводят мед собирают вот и хочу сказать вот мы ехали там уже в черте нашего города по улице и дома богатые дома вот элеватор чиплыкинский здесь у нас достаточно зажиточные такие я бы сказала дома один дом там так вообще я не знаю что это может быть это магазин какой-то строят но уж больно большая площадь и кирпич такой красивый вот вот не знаю зарплата в городе вроде-то низкая но скорее всего Москва здесь недалеко у нас 350 км а вон паровозик стоит как памятник белят, красят, ухаживают вот вот такой вот паровозик пришпиленный вот сейчас проедем по улице и я вам покажу какие здесь у нас домики то есть я бы сказала не депрессивное место видно что люди стараются даже если дом не богатый маленький да то он все равно ухоженный стараются как-то облагородить и создать уют конечно не у всех людей там скажем много денег вот маленький домик, а пристроечка к нему строится ну ну люди по своим финансам но стараются смотрите какие домишки конечно не совсем стопроцентная чистота но все равно все равно я бы не сказала что наш город грязный даже не знаю в какую сторону вам лучше вот обратите внимание на эти домики разные двухэтажные очень богатые дорогие дома и и подешевле дома но все они очень мало заброшек вот по этой улице так я вообще не вижу ни одной заброшки не видела вот сейчас будем проезжать вот дом который я вам говорила строится вот закладывается фундамент вот рыжий и белый кирпич там громаднейший я там не знаю сколько там километров ну все друзья буду отключаться мы практически уже приехали сейчас съездим в Озон в Айлберис Озон еще наверное закрыт все нормально уже 9 есть отлично в Озоне там идет древовидный пион но один древовидный пион а у тебя там еще дофига всего еще Лешик заказывал на этот адрес в Москве заказывал но сюда на этот адрес вот один древовидный пион я отправила назад прислали сухарик на Вайлдерис был у меня скандал целый с одним магазином который я не рекомендую запомните называется Ярд энд Гарден Ярд я не знаю как переводится но Гарден это сад понятно это я бы сказала мошенники из Симферополя два дня я с ними боролась чтобы вернуть им их пион древовидный который они прислали в карточке заявлен уже пион с листьями в Кашпо прислали кусок земли и это за 800 рублей ну вот оформила я возврат сначала они отклонили этот возврат продавец не увидел брака да я не брак вообще-то вам отправляла а недокомплект где было так и указано что это недокомплект вот ну написав в поддержку вопрос решился так они мне еще и нахамили в комментариях я в комментарии спросила что же вы в карточке товара пишите одно а присылаете другое так они мне написали во-первых на ты обращение было займись своим магазином у меня магазина нет это я им видео снимала как доказательство кадры из своего ролика где еще в карточке товара была фотка что они должны должны были прислать так они эту фотку удалили но у меня осталось доказательство вот хорошо что блогерство помогло мне вот займись своим магазином и не оставляй фейки фейковые комментарии комментарии а там еще помимо моего комментария другие люди тоже писали что что же вы присылаете у вас одно а вы присылаете совершенно другое ну в общем хамы симферополь хамы я напишу потом как называется этот магазин и напишу артикул этого товара зайдите почитайте эти комментарии там и видео моё есть и в общем никогда не покупайте в этом магазине ничего ну вот мы приехали все друзья отключаюсь вот как я укрыла клубничку вот такой сейчас лежит снег на ней но я думаю что с ней будет все хорошо все будет в порядке и здесь и здесь тоже все поукрыто у меня все раскрывать я не буду пусть греются мои растишки пиончики закрыты леля уже так вымахала что пришел ей делать фундамент чтобы выше поднять ведро ну а эти все под баночками куда еще в ведро помещается тоже ой как же жалко смотрите идет снег да даже не снег а крупа вот такая погода 9 мая получила первый цветочек и обработку эпином и циркон вот пять пакетиков циркона и пять пакетиков эпина по-моему 200 с чем-то рублей и вот в такой посмотрите я так боялась друзья думаю через вайлберис ну заказывать первый раз заказывала обычно люди там покупают ну в каких-то специализированных магазинах либо в питомниках но не через вайлберис и озон ну вот я приятно удивлена посмотрите какая упаковочка картонная и как все грамотно сделано прорезь для воздуха и там у меня шиловидный флокс сейчас я достану и покажу что там внутри а внутри вот такая красота посмотрите какой хороший отросточек прямо таки хороший вот это почва покровник шиловидный флокс в общем я довольна друзья не знаю как придут следующие завтра должна прийти гортензия я думала сегодня но что-то висит и висит я решила не ждать думаю схожу получу очень не терпелось мне сходить да и прогуляться лишний раз как как лёшик говорит булками пошевелить завтра опять пойду да наверное каждый день буду ходить там много заказов но вот первым заказом я очень-очень довольна ну вот друзья получила я еще один заказ моня тут вот оценивает в общем я в восторге вот такие две гортензии это я уже тут начала открывать ну решила показать вам упакованы очень хорошо в таких вот картонных тубах вот все доехало все просто супер все подписано вот гортензия так так не мешайся мне здесь кусачкин гортензия вилла фрейс это вот которая метельчатая и вот гортензия бесконечное лето по-моему отличные корешки саженцы все видите как запакована пленочка чтобы не испарялась вода я так поняла они наверное политы там в общем молодцы ребята это тут смотрела не помню как зовут уже блогера она тоже из подмосковья торгует гортензиями ну и я думаю может быть у нее что-то куплю может быть Леша как-то заберет заказ чтобы не переправлять почты все-таки Москва и вы знаете дороговато 1000 рублей корешок вот именно гортензии которая бесконечное лето ну или широколистная она называется которая вот двухцветная и еще плюс доставка еще доставка как минимум 300 то есть 1300 за корешок что-то как-то дороговато я покупала то ли 400 с чем-то рублей 430 надо посмотреть и вторая тоже в таком вот ну пусть даже 600 рублей ну никак не тысяча это я могу практически в два раза купить больше причем такого качества гортензии с безоплатной доставкой в Албери спокойно могу вернуть если что-то мне не понравится без всякого сожаления так что я вот в восторге просто в восторге от этого магазина ну в общем теперь жду хотя бы чуть-чуть более теплых деньков вот он шиловидный флокс два пиона кстати во втором два таких вот две пучки вот завтра еще кучу там получать и роза дэронсарт пришла на озон это в другом месте и дэ шардон дэшамон и еще один пион древовидный пришел в общем теперь лена только успевай ходить за посылками ну а здесь вот пошли расти огурчики перенесла их в дом из теплицы все-таки там даже при обогреве доброе тепло там включено я думаю что им там прохладнее прохладненько поэтому занесла их дом и друзья сегодня включила отопление потому что я закрываю в эту комнату двери грелась с конфорками но здесь холодно вот только включила и температура здесь была вообще 14 вот еще не нагрелась ну хотя бы уже 17 да 17 градусов вот ради огурчиков пришлось включить отопление холод собачачий у нас ветер и лежал сегодня даже снег Алешек прислал я там видео шутся оставляла посмотрите что творится в Москве уже второй день снег лежит сугробы лежат на зеленых ветках да с погодой что-то творится что-то непонятное давайте быстренько вам покажу что я здесь понасадила это уже видео наверное затянется Кузян ну ты опять пришел опять опять пришел так вот этот вот тот пион который все-таки купила в этом злополучном магазине я артенгарден вот он но этот стоил пятьсот тридцать рублей что ли не знаю выживет или нет клубни там хорошие ну вот видите как никаких веточек нету на рынке я пойду в воскресенье куплю такой же пион уже с веточкой даже цветущий вот сюда подсажу здесь на нашем рынке я тоже покупала пион такого персикового цвета все хорошо здесь вот этот цветочек не знаю скажите как называется цветет такими похожими как тюльпанчики но это не тюльпанчики очень красивые такие розовые вытянутые цветочки не знаю не могу я запоминать это все и вот женщина дала мне в подарок шаловидный флокс вот я у нее купила два пиона сейчас еще к одному подойдем вот этот цветочек и вот получила подарок шаловидный флокс и вот он этот пион древовидный который я тоже покупала вот на нашем рынке тоже все хорошо все прижилось здесь вот эти вот все позакрыто у меня это вот от этого товарища он любит сюда писать какать ходить надо все мне позакрывать да кузян здесь у меня растут ирисы красно-белые поману или розово белые в общем я уже запуталась или здесь какие-то ляпистые такие ирис бородатый по-моему так называется а здесь розовые белые наверное так роза де жардан де шамон по-моему так называется не знаю будет с нее толк или нет корешок не очень у нее был ну взяла и вот она роза тоже пьер даренсарт тоже не знаю будет толк не будет короче друзья я сделала вывод что покупать на вайлберис и на озон это лотерея вот сейчас покажу что мне понравилось вот здесь флокс ой флокс это кузян не мешай мне хвоста растет очень хорошая трусточки очень просто хорошая понравилась мне гортензия вот это вот широколистная посмотрите как и гортензия ванила флейс или как то так называется это метельчатая ты кушать хочешь кушать хочешь иди домой тебя покормят иди вот тоже хороший от росточек рододендр по моему рододендрон по моему мой погиб были очень плохие корни был он тоже сначала мне показалось нормально все вот этот лист был у него вот закручен он и сейчас закрученный ну не знаю выживет выживет не выживет значит не выживет там хорошая яма все делала как нужно сделала кислый торф ему покупала мешок почти тысячи рублей сейчас вам покажу в общем и посадила в тенечек и здесь вот он как то внизу вот здесь вот вот это вот все будет куда вот куда вот опять пошел иди иди не топчи мне не топчи мне цветы вот прям беда беда с кузяном надо все закрывать надо все закрывать иди вон под сливу в туалет вот там можно ходить вот этот мешочек это подарочек от моей любимой коровки мне Валера привез попросила очень хороший коровяк я все ну не все рододендр нельзя подкармливать навозом ну а остальное все подкормила все посажено по правилам пиончики у меня здесь значит это глиняная почва с палисадника таскала тоже коровяк сюда мешала здесь вот песчаная больше почва для ирисов для розы более калийная там и костная мука и пепел этот зола короче ну в общем старалась придерживаться не знаю что получится вот он мешок торфа рыжий прям торф если специально покажу вам смотрите какая прелесть вот такой вот для гортензий для рододендр если он выживет в общем купила а вот это все мешки Леша даже второй раз ездил это вот хвойный опад сосновый вернее ну да сосновый опад вот это вот все мешки может быть потом что-то замульчирую в общем вот так сейчас здесь все выглядит когда если все примется все будет расти здесь будет конечно же красота вчера у нас уже более-менее так потеплело я уже вылезла кое-что делала там по саду огороду сейчас вам покажу вот эти вот тазики купила хочу оплести попробовать надо мне ротан купить искусственно и попробовать себя еще и в плетении ни разу это не делала но все когда-то бывает в первый раз клубничку я раскрыла уже дня три как и она вот пошла обильно цвести и вчера я сделала вот здесь дорожки очень удобно теперь буду ходить не по грязи разрезала пополам геотекстиль получилось по 80 сантиметров где-то и теперь вот хожу ножками прям хорошо когда дожди пойдут будет здесь чтобы грязь не нести во двор вот там не хватило мне надо скобы опять купить все скобы ушли все 100 штук вот сюда вот ну не знаю будет клубника не будет но вроде как она она как будто вот на время этих морозов друзья она прям попряталась что ли ей не цвела особо ну не знаю вот вот эту вот ударил наверное мороз видите черненькая ну посмотрим вообще очень много завязи посмотрим что будет как говорится против природы не попрешь так что еще здесь пошло все расти и посмотрите посмотрите как закучерявились пионы очень удачные эти мои подпорки их уже практически не видно прям листики повылезали я опять коровиком сверху подкормила думаю что все будет хорошо прям такие веселенькие такие прям ну хорошие такие бутончики вот что значит друзья навоз вот лилии тоже пошли я говорю вот все выжили видите вот росточек кроме одной одна там под вопросом это вот очень хороший росточек это всего было их семь штук вот я вам показываю шесть гортензию я тоже кефирчиком подливаю и когда творог делаю вот эту сыворотку или сыроватку не знаю как правильно под нее выливаю вот может быть и зацветет это древовидная гортензия так что пошел доедать сейчас я тебе еще подсыплю сейчас голодающие так вот вот это лилия вот она видите ну вроде как зазеленела но очень долго она отходит плохой росточек ну может быть вот она под вопросом а так все выжили актинидия скоро зацветет или витриница вот уже какие колокольчики ну в общем друзья ждем тепло потому что мы уже устали от этого холода если честно сейчас я тебе подсыплю сейчас в общем вывод я сделала по по растениям которые заказываю на зоне вальберис неоднозначные это лотерея 50 на 50 есть хорошие продавцы так скажем которые не только денег хотят но и любят растения то есть заботятся о них чтобы они дошли хорошенькие и росли дальше но много возврата я сделала и не так то просто его сделать особенно на вальберис так что те магазины где я покупала гортензии я может быть еще к ним обращусь потому что мне очень понравилось как пришла гортензия а вот тот пион из Яртенгарден ни за что не рекомендую вам этот магазин друзья никогда не покупайте там вот ну и буду стараться покупать у нас на рынке во первых дешевле это получается и правда не все можно купить то что хочется да не все сорта есть но тем не менее тоже как вариант покупать еще и на рынке вот на этом я наверное буду заканчивать да посадила я еще ранун кулесы они у меня в доме пока сидят что-то посадила прям в тазик в большой буду прям выставлять не буду их трогать пересаживать они не любят пересадку что-то посадила все-таки в стаканчике попробую пересадить очень понравился этот цветочек неимоверная красота и еще жду еще ранун кулесы розовые очень красивые прям ну роза не отличишь вот тоже посажу попозже двадцатого мая придет посылочка посажу ладно друзья уже просто сильно затянется видео долго будет монтироваться что-то там повставляю вам или уже повставляла я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Сетникова пока-пока